Дорогая церковь, братья и сестры, я искренне рад наступающие рождественские праздники в Новогодии приветствовать вас, любовью Господа Иисуса Христа. Благодать Господа будет с нами. Я бы хотел прочитать место из Писания. Это Бытие, 28 глава, 16 стих. Сегодня уже хор пел на эту тему. Яков пробудился от сна своего и сказал, Истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал. И убоялся и сказал, как страшно сёё место, это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. Якову нужно было пробудиться от сна, чтобы понять, что на сём месте присутствует Господь. Я вспоминаю Евангелие от Луки, 2 глава. Вы помните момент, он мне очень нравится, когда Иисус был младенец, 12 лет. И пошёл он с родителями в Иерусалим, по обыкновению, на праздник. И когда шли обратно, родители увидели, не хватает Иисуса. Стали искать Его, не нашли, вернулись обратно и нашли Его. Где они Его нашли? Иисус сидел в окружении учителей, и те Его внимательно слушали. И однажды у меня возник вопрос. Постойте. Где родители потеряли младенца Иисуса? В храме? Интересно, да? Люди приходят в храм, чтобы найти Иисуса. А оказывается, в храме даже можно Иисуса потерять. Интересная мысль. Я вспомнил другой момент, Евангелие от Марка, 8 глава. Вы помните это чудо, когда Иисус исцелял человека, слепого? Иисус возложил на него руки, видишь ли, что? Вижу. Что? Людей, деревья. Написано ещё раз. Иисус возложил на него руки, и теперь стал видеть ясно. Ясно. Почему? Смотрите, человек слепой, он никогда ничего не видел. Что интересно, перед ним стоит Иисус. Он открывает глаза. Впервые в жизни он стал видеть. Как вы думаете, кого он должен был увидеть в первую очередь? Что увидел он? Всё, кроме Иисуса. И людей, и деревья, и братьев, и сестёр, и хор, и пастора, и гостей. Всё увидел. Иисуса не заметил. Иисус сказал, где двое или трое, во имя моё, там я посредине, я в центре. И моё желание, чтобы это служение было не обычное служение. Иисус в центре. Почему родители потеряли Иисуса? Потому что они по обыкновению шли в храм. Понимаете, вот привычка, она не всегда хорошая вещь. Когда ты идёшь в воскресенье в храм, по привычке. По привычке сел, по привычке послушал, помолился, и по привычке ушёл домой. Увидел всё, услышал много. Главного не заметил. Что в центре был Иисус. Господь присутствует на месте. Всё. Аминь. Вот три такие слова. Я люблю об этом говорить. Служение. Бого служение. Богу служение. Что это? Одно и то же или разные вещи? Вроде бы одно и то же. А в корне разные вещи. Объясняю. Пришёл человек на собрание. Куда пришёл? На служение. Если человек посидел на служении, увидел всё, даже помолился, попел, но главного не увидел, он был на служении. Если человек пришёл на служение, и во время служения увидел Иисуса, начинается Богослужение. Бог начинает служить нам через Своё Слово. Через песнопение. Бог начинает говорить нашим сердцам. Он начинает, как в те времена, омывать нам ноги. Он начинает нас ободрять, обличать, учешать, поднимать, исцелять. Бог начинает служить нам. И вот тот человек, который был на Богослужении, выйдя за двери храма, начинает Богослужение. Почему так мало людей занимается Богослужением? Скажу почему. Потому что они приходят на служение и не доходят до Богослужения. Если ты сегодня увидишь Иисуса, что-то от Него услышишь, выйдя отсюда, ты не сможешь, чтобы Ему не служить. Аминь. И моё желание, чтобы у нас сегодня было Богослужение. Чтобы мы, побывав на Нём, увидели самого прекрасного. Чтобы мы услышали каждый для себя Слово из уст Его. И выйдя отсюда, мы могли понести Слово Божие в погибающий мир. Для этого Он Своё Слово и послал. Откровения, послания Семи Церквям, все заканчиваются одинаково. Имеющие уши услышат. И сегодня то же самое. Имеющие уши услышат. Итак, мы открываем послание к евреям, 12 глава. Прошлое воскресенье я вас проповедовал на 11 главу. Сегодня у нас будет 12 глава. С первого стиха. Открывайте, пожалуйста, Библию. Для меня самый любимый шум в церкви, это когда шелестят страницы Библии. Это самый благословенный шум. Пожалуйста, шумите, не стесняйтесь. Открывайте ваше Писание. Евреям, 12 глава. Читаем первые 4 стиха. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Из 12 стиха. Итак, окрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми людьми. Старайтесь иметь мир со всеми людьми. И святость. Святость, без которой никто, никто, ни один не увидит Бога. Аминь. Я люблю читать Библию в разных переводах. И советую вам делать так. Потому что каждый перевод, один и тот же стих, показывает с другой стороны. Слово Божье, оно как бриллиант, у которого много-много граней. И каждый перевод показывает еще одну грань. И однажды я читал в одном переводе, и мне понравилось. Сегодня уже Николай Константинович говорил, и мы пели песню, бегите, чтобы получить. Бегите на своем ресталище. Итак, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Один перевод звучит так. Огромное количество мужей и жен веры внимательно наблюдает за нами. Поэтому давайте скинем с себя все, что замедляет наш бег, и будем проходить дистанцию, которую определил нам Бог. Стойко и терпеливо проходить дистанцию, которую определил нам Бог. В сущности, та же самая мысль. Бывают моменты, когда нам трудно в жизни. Бывают они у всех. Вот такие моменты однажды мне Бог открыл. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Мы имеем. Знаете, когда человек что-то имеет, и имеет от Бога, это всегда плюс, это всегда преимущество. И вот когда у тебя трудное обстоятельство, знай, что ты что-то имеешь. Здесь написано облако свидетелей. О каком облаке свидетелей написано в этом месте? До этого была одиннадцатая глава. Я ее называю галерея божьих героев веры. И вот все перечисленные это облако свидетелей. То есть, этот стих как бы звучал так. Мы бежим дистанцию, на которую поставил нам Бог. В это время мы не одни. Вокруг полные трибуны, на которых сидят болельщики. Это герои веры, которые свою дистанцию прошли, а сейчас они переживают за нас, чтобы мы дошли свою дистанцию до конца. Когда тебе трудно, знай, ты не один. Открой глаза, глаза сердца, и ты увидишь миллионы христиан, которые прошли дистанцию, они переживают за тебя. Я когда был молодой, я занимался спортом. Кстати, и по сей день люблю поддерживать свое здоровье. Если здравый дух, должно быть здравое тело. Аминь. И знаете, бывает так вот, бежишь дистанцию, и тебя один обогнал, и второй, и третий, и бок заколол, и думаешь, что уже бежать? Сойду. И уже хочешь остановиться, и вдруг со стороны слышишь, сын, что такое? А ну-ка, давай. Смотрю, отец пришел, за меня болеет. Там смотришь, ребята со двора, Сергей, давай, давай. И вот называют спортсмены, второе дыхание. Что-то такое на тебя сходит, и ты побежал, 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 еще всех обогнал. И думаешь, как хорошо, когда есть поддержка. Когда тебе трудно, ты не один. Облако свидетелей, миллионы тех, которые до тебя прошли. И они говорят, тебе трудно? Хочешь сойти? Посмотри на нас. И ты увидишь там, там и слепые есть, и парализованные есть, и больные есть, и инвалиды там и есть. И они говорят, если мы смогли дойти, и ты сможешь. Подними опустившиеся руки, укрепи ослабевшие колени, ты должен пройти эту дистанцию. Облако свидетелей. Это меня так поддерживает в трудные моменты моей жизни. Дорогие мои, здесь написано, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Или, когда мы бежим дистанцию, скинем с себя все лишнее, что мешает нам бежать. Представь себе, встали спортсмены на старте, и вдруг один выходит в шапке-ушанке, в валенках и в тужурке. Смешно? Друг, ты что? Он говорит, а ничего, я метром сто пробегу, один валенок скину, а потом второй валенок, а потом шапку, и к финишу я уже буду в форме. Как вы думаете, он намеревается победить? А многие христиане так дистанцию бегут. Брат, сестра, тебе же это мешает, оставь. Ничего, через полгодика я это брошу, а потом через полгодика начну вот вставать пораньше молиться, а потом через два годика я буду почаще Библию читать, а потом еще через три годика и к пришествию Христа я буду нормальный. Здесь написано не просто скинем, а свергнем. Послушайте, свергнем. Свергают что? То, что держит нас в рабстве. Не просто скинем, а свергнем. Итак, свергнем бремя. Бремена это не всегда грехи. Бремя это то, что отвлекает твое драгоценное время от общения с Господом. Бремена разные. У кого-то работа, у кого-то бизнес, у кого-то дети. Послушайте, даже служение может быть бременем. Если ты такой суперслужитель, что у тебя для общения с Богом времени не остается, служение твое бремя. Да. Если все то, что дополняет общение с Иисусом, благословение, все то, что заменяет общение с Иисусом, какое бы это прекрасное не было, превращается в проклятие. И очень часто хорошее является врагом лучшего бремя. Кто бремя не хочет сбросить, тот не хочет выиграть. Послушайте, откровения все заканчиваются так. Побеждающему дам. Побеждающему. Побеждающему. И Библия обещает побеждающему. Я всегда спрашиваю братьев, особенно лидеров. Дорогой брат, скажи мне твое богословие. Ты играешь в футбол и твоя цель забить гол, или тебе главное лишь бы в свои ворота не пропустить? Восемь раз перестраховаться, как бы чего не случилось. Вот, к сожалению, богословие многих из нас, как бы чего не случилось, мы стоим в защите. Я говорю, хорошо, допустим, ты своей цели достиг, допустим, ты гол не пропустил, какой будет счет? 0-0. А 0-0 это ничья. А тот, кто сыграл ничью, тому в откровениях Бог ничего не обещает. Дорогой брат, но если вы будете стремиться победить, вы же можете свои ворота пропустить? Да. Но моя цель забить на один больше и все. Пропущу два, но забью три, я победитель. Аминь. Какое сегодня твое богословие? Важный вопрос, на который стоит нам ответить. защитник я или когда Бог открыл двери благодати? Когда никто не гонит? Я понимаю богословие наших старших братьев. Понимаю, когда нужно было стоять в защите. Понимаю, когда гнали, когда сажали, когда убивали. Понимаю я их. Тогда было такое время. Сейчас двери для благовествования открыты. Мы едем в мусульманской стране, останавливает гаишник и говорит христиане, дайте мне какую-нибудь новую книгу христианскую почитать. И в это время защищаться? А тогда когда благую вест нести? Побеждающий. Бремена. Знаете, люди обремененные это серые христиане. Вот есть цвет белый, есть цвет черный, а есть что-то среднее, серый. Не горячий, не холодный, теплый. Что такое теплый христианин? Объясню. Уснул человек литургическим сном. Скажите, можно его мертвым назвать? Нет, он вроде бы дышит. Можно его назвать живым, а что он делает? Он только дышит, он даже кушать не может. Ни живой, ни мертвый. Не поймешь, кто он. Это теплый христианин. Не назовешь мертвым, вроде бы в церковь ходит. А какое служение несет? А если о него польза для царствия Божьего, пока нету. Вот всем теплым Иисус обещает, извергну тебя из уст моих. Это всем серым. Посредственность. Не знаю, как вам, но я не признаю это слово в христианстве. Посредственность. Послушайте, пожалуйста, мое определение слова посредственность. Посредственность это худшее из лучшего и лучшее из худшего. Посредственный человек это который худший среди лучших, но зато среди худших он самый лучший. Пусть с нами этого не будет. Давайте мы среди лучших будем лучшие. Аминь. Свергнем в себя всякое бремя. Все то, что уводит тебя от Иисуса. телевизор, телефон, автомобиль, гараж. Сколько у нас вещей. Пусть Господь сделает у нас ревизию, что отвлекает драгоценное время от общения с Ним. Момент второй. Там написано грехи, ладно, а ведь есть еще бремена, еще же грехи есть. И вы знаете, написано грех, запинающий нас. В моей старой жизни у меня были такие случаи, когда меня пинали ногами. Да, много солдат, я в центре, и знаете, потом долго отходишь. Вот грех делает то же самое, он запинывает. Грех запинающий написано. Когда бежит спортсмен, и у него шнурки развязаны. Друг, упадешь, ничего, не упаду. Мамы, скажите, когда ваши дети так бегают, чем кончается? Ободранные коленки, с носа кровь, мама, я упал. Скажу, когда человек первый раз делает грех, он ждет наказание. Ничего не получил. Не получил. Ага. Второй раз маленько смелее. Опять ждет, опять не получил. Третий раз делает спокойно. А потом подходишь, говоришь, брат, это же нельзя. Если было нельзя, Бог бы давно наказал. Знаете, что я говорю таким? Я говорю, друг, ты еще не долетел. Объясняю. Два брата с Украины смотрят в глубокий колодец. И один случайно перевернулся и улетел в колодец. Второй кричит, Микола, ты жив? Голос снизу, жив. Микола, руки целы? Целы. А ноги целы? Целы. Микола, лови веревку, голос, я еще не долетел. Когда долетит, веревка не нужна вот если кто-то грешит и говорит пока нормально, пока целы, ты еще не долетел. А грех запинает. Дорогие мои, давайте мы оставим все это. Покайся и беги дальше. Потому что если ты во грехе, ты не бежишь, ты лежишь. А лежа бежать нельзя. Давайте посмотрим, как бежали герои веры. Первая Коринфянам девятая глава. Сегодня Николай Константинович и на эту тему уже вкратце касался. Первая Коринфянам девятая глава. Я прочитаю с двадцать четвертого стиха. Не знаете ли, спрашивает нас Господь, что бегущие на ресталище на стадионе бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Внимание сюда. Здесь очень важная интонация. Это не предложение, так бегите, чтобы получить. Это приказ, так бегите, чтобы не просто бежать, а так бегите, чтобы награду получить. И дальше Павел пишет. Все спортсмены, все подвижники воздерживаются от всего. Да. Хорошие спортсмены, олимпийские чемпионы не пьют, не курят, не гуляют. У них режим дня. Они вовремя встают, вовремя ложатся. У них в день две тренировки. У них даже питание, диета отрегулировано. Ни лишнего кусочка. И Павел говорит, и все это они делают ради какой-то железки, олимпийской медали. Так наша награда побольше. Мы то бежим в царствие Божие. мы то бежим за венцом нетленным. Неужели спортсмены должны воздерживаться больше, чем мы христиане? Как вы считаете? Я думаю нет. А теперь сравни твое воздержание с воздержанием спортсмена. И Павел говорит, поэтому я, я бегу не так, как на неверное. Я бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но я усмиряю и порабощаю тело мое. Чтобы неся Евангелие проповедуй другим самому не оказаться недостойным. Чтобы говоря другим людям об Иисусе придите к нему самому не остаться недостойным. Так бегут герои Божьи. Сбрасывают себя бремена и грехи. Хорошо. Итак, что еще хочу сказать? Беги, чтоб победить. Когда мы были молодыми, многие из нас поддерживали форму, занимались спортом. А потом мы стали постарше. И обычно старшие мужчины стали болельщиками. Кому нравится хоккей, кому футбол. Сестры фигурное катание. И вот знаешь, сидишь перед телевизором, смотришь, переживаешь. Ура! Гол! Ладно, они награду получат. А ты что переживаешь? Ты что получишь? Ничего, просто настроение хорошее. И вот знаете, одни в церкви работают, бегут, трудятся, а вторые за них болеют. Молодцы, братья. Послушай, эти молодцы награду получат, а ты что получишь? Только хорошее настроение, когда у братьев прорыв. И все. Пора из категории болельщиков перейти в категорию участников. Пора из категории посетителей церкви божьей перейти в категорию тех, кто служит Богу. А служить Богу может каждый на своем уровне. Здесь не важен возраст, здесь не важно образование, здесь не важно половая и расовая принадлежность, здесь важно сердце любящее Бога. И если ты бываешь на Богу служении, если ты имеешь общение с Богом, когда Он служит тебе, ты не сможешь, чтобы не служить Ему. Аминь. Что еще? Вы знаете, у каждого спортсмена своя дорожка. Вы наверное видели, они бегут и у каждого своя дорожка. И нельзя с одной дорожки переходить на другую, будет дисквалификация. К чему я это говорю? У каждого из нас есть своя дорожка. Вот мы все прекрасно знаем общую волю Божию. Воля Божия освящение наше, воля Божия, чтобы все спаслись и достигли познания истины. У меня другой вопрос. Общую волю Божию знают все. А знаешь ли ты волю Божию лично для твоей жизни? Спроси у себя, а зачем я здесь? Каково мое звание и призвание? Какой мой духовный дар? Для чего меня Бог создал и поместил в церкви? Что Он от меня хочет? Это важные вопросы. Бог творец, и каждого из нас Он создал уникальным индивидуальным, и для каждого из нас у Него есть свой план. И в книге Иеремия 29, 11 Он говорит, ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Ну воззовите ко Мне, и я вам эти планы открою. Вот смотрите, допустим, конструктор создал автомобиль. Для чего он его создал? Чтобы на нем ездили, так ведь? Я автомобиль купил, привез его домой, в гараж, на крышу машины, я постелил матрас, и прихожу сплю на нем. Можно? А почему нельзя? Можно. И представьте, если мастер это увидит, он скажет, друг, ты что делаешь? Сплю. Я создал машину, чтобы на ней ездили. Ты поступаешь глупо. К чему я говорю? Бог создал каждого из вас для особой цели. И если ты вместо того делаешь, вместо того, что хочет Бог, делаешь, что считаешь нужным ты, это несерьезно. Знаешь ли ты план Божий для твоей жизни? Спроси у Него. Еще есть время? Еще есть время? Мы должны знать наше предназначение. Иисус сказал Иоанна 7, 17, кто хочет творить волю Божью, тот узнает. Не все, кто хочет, и кто хочет что-то делать, творить, вот тот узнает. Это обещает Иисус. Люди, которые хотят что-то для Бога делать, они знают свое место в Церкви Божьем, они знают свои духовные дары, и они полезны. Написано дальше. С терпением проходить предлежащее нам поприще. Терпение. Какое непопулярное слово в наш скоростной век высоких технологий. Когда сплошной вокруг хай-тек и быть терпеливым. Сегодня же все стало американское, все фаст-фуд, быстрого приготовления. Захотел кофе, Тефаль, одна секунда, пакетик, готово. Захотел чай, Тефаль, пакетик, готово. Захотел кушать, микроволновка, две минуты, готово. Молодежь, захотели жениться, два раза увиделись, готово. Развестись, пять минут поговорили, тоже готово. Вы знаете, что в этом году в Америке разводы среди верующих были больше, чем среди неверующих? Впервые рекорд американский. Верующих развелось больше, чем неверующих. И все быстро. Брат вчера покаялся, сегодня ему дать и крещение, завтра он хочет быть служителем, послезавтра диаконом, а потом пресс-фитером, и через три года архиепископ сия Украины. Но не бывает так. У Бога все по старинке. Вот как женщина вынашивала плод девять месяцев, вот так она у Бога и вынашивает. И как бы там ученые не пытались, но не получается у них. Какое непопулярное слово терпение. Сестра одна молится, Господи, научи меня терпению и поскорее, поскорее, поскорее. Поскорее терпения не бывает. Терпение. Евреям 10 глава стих 36. Терпение нужно вам, чтобы исполнив волю Божию получить обещанное. И Петр пишет во втором послании в первой главе, покажите вере вашей. И там добродетель, помните, да? Рассудительность. Терпение там есть. Покажите же вере вашей терпение? Терпение. Давайте посмотрим, как проходили школу терпения у Бога его герои. Авраам 75 лет и вдруг от Бога слышат, у тебя будет сын и через него будет больше, чем звезд на небе. Слава тебе, Боже наш. Прошло год, 5, 10, 15, 20, Господи, где терпи? Господи, мне уже 100, 25 лет нужно было Аврааму, чтобы получить обитованное. 25 лет для чего? Богу нужно было воспитать его в школе терпения. А момент второй, давайте посмотрим Якова, влюбился в Рахиль. 7 лет надо было работать, а тут обманули Далилею и еще 7. Не знаю, как Яков, я за свою Рахиль, вот со мной моя сестра и моя любимая тещенька, моя жена, и я за мою Рахиль 8 лет работал. Моя тещенька оказалась строже, чем Лаван. Тот 7, мне нужно было 8. Терпение нужно, молодежь, вы меня слышите? Если ты знаешь это от Бога и твое никуда не денется. Аминь. Давайте посмотрим на Иосифа. 17 лет мальчишки попадают в тюрьму, освобождаются в 30, 13 лет. Зачем Господи? А Господь работал с Иосифом. Кто был Иосиф в детстве? Вот знаете, есть маминкины сыночки, а Иосиф был папенькин сыночек. Папа его любил. Папа его выделял больше всех. Он бежал к папе на перегонки про братья все ему рассказывал. Богу нужен был муж. Через 13 лет выдержав школу испытания терпения Иосиф стал премьер министром. Бестерпения не бывает из грязи в князи. Моисей. Вообще у Моисея жизнь 120 лет 3 по 40. Первые 40 лет принц во дворце все науки египетские хорошо. Вторые 40 лет беглец пастух. Третьи 40 лет лидер народа Божьего. Чтобы стать лидером народа Божьего 40 лет нужно было быть изгнанником беглым пастухом. Школа смирения и терпения. Кто не научился смиряться никогда не сможет управлять. Моисей проходил эту школу. А давайте посмотрим на Иисуса. Написано Иисус сначала претерпел а потом был вознесен. Послушайте путь в небо через крест сначала претерпел потом был вознесен. Давайте приготовимся терпеливо проходить эту дистанцию. Терпеливо еще одно внимание дополнение многие думают терпеливо это вот сжать зубы и все я терплю. Терпение переводится настойчивость в достижении цели. Терпение это настойчивость в достижении цели. Это несмотря ни на что я буду это делать дальше 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 пока не достигну. Знаете когда мы стоем на дистанцию когда мы покаялись нас встречает Иисус. Он говорит ты знаешь я Бог меня зовут альфа я начало вот дистанция вперед а на финише тебя встречает тот же Иисус и говорит меня зовут Омега я конец добежал идем в число избранных альфа и Омега начало и конец дорогие написано взирая на начальника и совершителя веры начальник не от слова шеф генерал командир нет начальник от слова начало Иисус начало веры Иисус начинает в нас веру и эту же веру Он совершает филиппийцам 1 глава 6 стих ибо я уверен что начавший вас доброе дело это говорится о Духе Святом будет продолжать его даже до дня Иисуса Христа Бог начинает тебе работу и Бог же до пришествия Христа работает к тебе и с тобою никогда этого не забывай взирая на так важно видеть цель так важно видеть финиш куда бежать если нету финиша ты должен взирать ты должен взирать на Христа там на финише Христос ждет тебя знаете вот везде написано в Писании что Христос воссел Одесную да почти везде написано что Иисус сидит Одесную но есть одно место где Иисус стоит Одесную кто помнит где это деяние 755 когда побивали Стефана он сказал вижу небеса отверстые и Сына Божьего стоящего Одесную вы знаете почему Иисус встал вот так он встречает своих героев Иисус который сидит стоя встречает каждого свое дитя которое прошло дистанцию и дошло до конца я уверен когда стреляли мужа моей мамы Тамары Сергея Бессараба его Иисус встречал стоя я верю в это и наш пастор сказал Сергея расстреляли когда он молился прямо в церкви вот так вот в окно и наш пастор сказал когда Сергей молился он разговаривал с Богом в духе когда после выстрела Сергей открыл глаза он увидел Иисуса явно Иисус стоя встречает своих героев взирай на него у тебя должна быть цель если нету цели куда бежать если ты не видишь цели куда идти дорогие мои пожалуйста ко мне подошел один человек и говорит ну вот ладно вот вы баптисты вот был Серега пока Серега был хулиганом неверующим он был в тюрьме но был живой а вот покаялся пришел к вам все бросил стал служитель и его убили да лучше бы не покаялся был бы живой что такому человеку сказать я сказал одно предложение лучше живая смерть чем мертвая жизнь аминь лучше живая смерть чем мертвая жизнь увы мертвой жизнью живут не только неверующие я знаю многих верующих которые живут мертвой жизнью ты думаешь что ты жив откровение 3 глава но ты мертв лаодикийская церковь теплота итак имей цель смотри на цель иди к цели рассказывают старую историю в старые древние времена не было трактора и отец сыном они пахали поле и была вот плуг называется да который землю рыхлит или барана как плуг и вот отец с плугом и сын с плугом когда прошли длину поля сын смотрит у отца ровная стезя а у него такая кривая он думает смотри отец вроде бы старый вроде бы слабый а ровно но на обратном пути я его опережу и вот сын шел внимательно всю дорогу рулил внимательно наблюдал а отец идет что-то под нос напивает смотрит вперед и идет прошли поворачиваются у отца снова ровная стезя у сына такая он говорит батя открой в чем секрет отец говорит сын ты вот когда идешь куда смотришь ну как куда отец под ноги а ты а я вон там он видишь дерево впереди я вот на это дерево смотрю и иду себе и путь у меня ровный у него была цель у него была цель каковы сегодня твои цели и есть ли они у тебя еще одно скажу какова у человека вера такова у него и жизнь какова у человека какова у человека вера такова у него и цель сегодня у людей разные цели у кого-то цели приобрести много людей для Иисуса У кого-то цель сделать церковь мощную, сильную. У кого-то цель в этом году купить еще один телевизор. Давай, муж, помолимся. Давай, жена. Такие христиане и мещане. Построить еще один домик. Два не хватает, надо третий на дачу. И молятся за это. Цель. Какова вера, такова и цель. Имей большие цели. Знаешь, почему большие цели? Когда ты ставишь маленькие цели, Бог говорит, а мне там делать нечего. Ты сам это сделаешь, работай. Но когда ты ставишь цели, которые ты как человек выполнить не можешь, Бог говорит, уважаю. Вот теперь буду помогать. Потому что без меня не потянешь. Каковы мои цели? Дорогие мои, имейте большие цели, ради выполнения которых не жалко жизнь отдать. Есть ли у тебя цель, ради которой ты готов отдать жизнь? Еще одно скажу. Жизнь без цели, это бессмысленная жизнь. А бессмысленная жизнь, это страшнее, чем смерть. Цели. 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 Почему так важны цели? Вот представьте, я себе поставил цель до конца 2008 года дойти вот это вот расстояние. Допустим, я его не прошел, а как он вот так вот только дошел. Цель не достигнет. Но знаешь, что произошло? Посмотри, сколько расстояния я прошел. А если бы не было цели, я бы еще один год просидел на месте. Ничего бы не шел. Смотри на Христа. Получи от Него цель. И двигайся к этой цели. Что еще хочу сказать. Когда тебе бывает трудно, и ты думаешь, как тяжело. Наверное, мой крест самый тяжелый. Вот я и Йов Киевский. Тебе так кажется. В такие моменты написано по мысли об Иисусе. Когда тебе очень трудно, по мысли, через что проходил Он. И сравни это с тем, через что сегодня проходишь ты. Знаете, в чем различие? Когда Иисус шел в свою дистанцию, Он был первопроходец. Однажды, в 89-м году, я был на лесоповаре в России. И нам дали задание пробивать путь в тайге, где никто еще не проходил. Мы были первые там. Знаете, пока мы пробили метров 250, столько дней ушло. Мы были все покорябаны, в крови, уставшие, грязные. А те, кто шел за нами, они спокойно прошли. И тогда я понял, как трудно быть первопроходцем. И как намного легко идти по проторенной стезе. Христос был первопроходец. Он шел один. Ты скажешь, ну ведь других же тоже людей распинали, не одного Иисуса. Знаешь, в чем разница? Когда убивали детей Божьих, Стефана, Петра, Андрея, Первопословскую церковь. Когда сегодня, в наши времена, убивают детей Божьих. Они все видят Иисуса, который их встречает. Им всем Иисус дает силу. Когда умирал Иисус, Отец, и Ты оставил меня. Иисус был совершенно один. Я думал, о какой чаше молился Иисус? Да минует меня чаша сия. Вот об этой чаше. Иисус знал, что Ему из-за наших грехов будет момент, когда Он будет оторван от жизни Божьей. Когда Бог от Него отвернется. Вот чего Он больше всего не хотел. Вот чаша, которую Он не хотел. Но ради спасения людей, Отец, я и на это готов пойти. Давайте посмотрим, какой был путь Павла. Второе Коринфянам. Давайте мы откроем 11 главу. Второе Коринфянам, 11 глава. Середина 23 стиха. Мы говорим, у нас трудная жизнь. Давайте посмотрим, как шел Павел. Павел, который из тюрьмы, приговоренный к смерти, писал, радуйтесь, я счастливый человек. Посмотрим на легкую жизнь Павла, в кавычках. Я гораздо больше был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, сутки пробыл в океане, на глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, в бдении, в голоде, в жазде, в посте, на стуже, в наготе. Кто из нас десятую часть этого имеет сегодня? А у нас тяжелый крест У нас очень тяжелая жизнь А он говорил Ноги мои прошли по прекрасным местам И наследие мое приятно для меня А знаете почему? Потому что он видел облако свидетелей Потому что он видел Христа на финише Потому что у него была цель И он скинул все то, что мешало ему И он дошел И он сказал, веру сохранил Течение совершил А теперь Господь мне готовит мою олимпийскую медаль Венец праведности Которую он приготовил не только мне Но и всем живущим вот так Стих 4 Вы еще не до крови сражались Подвязаясь против греха Вы еще кровь не проливали В сражении За истину Так написано Однажды я посмотрел документальный фильм Который назывался Спорт, спорт, спорт Это фильм старый Старшее поколение Может кто-то помнит Его снял режиссер Элем Климов Там были Олимпийские игры в Мехико В 68 году Вы знаете Мехико высоко в горах Лето жарко И многие кто приехал с Европы Они просто там теряли сознание И вот показали Финальный забег На дистанцию 10 километров Что интересно Они всю дистанцию бегают По улице А уже финиш Последние два круга Они забегают на стадион И вот Бегут первые Стадион встречает Прибежал Первый Второй Третий Остальные Уже Медали им повесили Первому, второму, третьему А люди не расходятся А знаете почему? А на стадионе передали Что один спортсмен из Эстонии Во время забега Получил тепловой солнечный удар Я живу в Азии И обычно после солнечного удара Человека или госпитализируют А часто умирают И вот когда он потерял сознание К нему подъехала скорая Чтобы его забрать Он открыл глаза и сказал Оставьте меня Я должен дойти дистанцию Сейчас за мною наблюдает моя страна Сейчас за меня болеют, переживают мои родные У меня должен быть финиш Я должен дойти У меня есть цель Вы не имеете права меня трогать И он бежал Надо было это видеть Он падал через каждые 10 метров Он был весь покорябанный Он был весь в крови И когда они забежали на стадион Он настолько все перепутал Он стал бежать в обратную сторону Он бежал в полусогнательном состоянии Судьи его направили правильно Он бежал Он падал, вставал, бежал Весь стадион встал 50 тысяч человек встали И все скандировали Друг, ты сможешь Да беги, ты сможешь Мы с тобою И когда он пересек финишную черту Он получил такие аплодисменты Что чемпион сказал Мне и так половину не хлопали А знаете почему? У него была самая сильная победа Он победил самого себя А мы еще не до крови сражались Подвязаясь против греха И вот перед тем как молиться Дорогие мои У меня есть несколько вопросов К себе и каждому из нас Как сегодня бежим мы? И вообще Бежим ли мы дистанцию Или сидим в категории болельщиков Зрителей? Ответ сам себе Момент второй Бремена не мешают? И много ли у тебя их Которые воруют драгоценное время Для общения с Богом? А может грехи Как шнурки распустившиеся Через которые частенечко падаешь? Момент другой Знаешь ли ты Божий план Лично для твоей жизни? А как у тебя с терпением? Прошел ли ты эту Божью школу? Стоит спросить себя А есть ли у меня в жизни цели? Реальные, большие, Божьи цели Есть ли они у меня вообще? Знаю ли я, где я хочу быть через 5 лет? Хотя бы через год, в конце концов, минимум Я даже не знаю, что я хочу через неделю Запомни одну фразу Ты получишь от Бога то, что ты видишь Ничего не видишь, вот это и получишь Еще один вопрос Как я сражаюсь сегодня Как я сегодня сражаюсь Как я прохожу эту дистанцию 12 стих Павел призывает Итак Укрепите опустившиеся руки Ослабевшие колени И ходите прямо ногами вашими Потому что, когда ходишь на полу согнутых Так и останешься Чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось Старайся иметь святость Скинь все времена грехи Без которой никто не увидит Бога Никто Не важно, сколько лет ты в церкви Не важно, какое у тебя служение Святость есть? Есть Нету Бога не увидишь Имейте мир Со всеми людьми Не только с теми, кто вас любит Это и язычники делают Более с теми, кто вас не любит Как я сегодня бегу мою дистанцию Если в церкви есть народ Божий Кто сегодня замедлил бег Библия призывает Молись Выприми ноги Подними руки Вспомни время, где началось Покайся Иди дальше Смотри на Христа Ты не один Сегодня Дух Святой здесь присутствует Сегодня по молитве твоей Во имя Иисуса Христа Он может дать тебе второе дыхание Новую силу Кто-то, может быть, лежит Грех, бремена Послушай Иисус, который освобождает Он сегодня здесь А может быть, в зале есть те Кто еще никогда не каялся Не говорил Господь, прости меня, прими меня Ты еще вообще не стал на дистанцию А эта дистанция в Царствие Божие Нет другого пути Узкая дистанция Тернистая Но единственная И сегодня Иисус призывает тебе Выходи ко мне Воззови ко мне Я тебя поставлю на старт Дам силу Духа Святого Покажу цель И буду бежать с тобой вместе Готов ли я? И запомни, пожалуйста Что в этих соревнованиях Главный судья Иисус Христос Что медали Дает только Он И больше никто А медаль Жизнь вечная А медаль Венец нетленный А медаль Венец праведности Я предлагаю Помолиться Если кому-то что-то Бог сказал Открывайте свои сердца Перед Ним И еще одна просьба Пусть молитвы будут краткими И по теме Аминь Давайте помолимся Благодарю Тебя Иисус Ты здесь Ты центр нашего служения Господи Молю Тебя за каждую душу Мы пришли на служение Чтобы увидеть Тебя И услышать Твое Слово для себя Тогда чтобы это служение Превратилось в Богослужение Служи нам Иисус И спасибо Тебе За то что Ты это делаешь Послужив Услышав от Тебя Благую Весть Господи Мы не можем Выйдя отсюда Не служить Тебе Мы начнем Наше Богослужение Спасибо Тебе Иисус Ты служишь нам Чтобы мы Служили Тебе Господь Спасибо За тех Кто сегодня на дистанции Которые встали И совершают Течение Сохраняя веру Благослови Прошу Тебя за тех Кто все еще в раздумии Господи Дай им открыть Сердца для Тебя Дай решительность Мужества И силу С покаянием Придти к Тебе И взирая на Тебя Идти с Тобою Благослови Господи Те кто упал Подыми Укрепи Утверди Кто сегодня в немощи Господь Пусть сила Твоя Действует Я благодарен Тебе Иисус Ты начало Ты конец И Ты же совершаешь Это дело Без Тебя мы Никто и ничто Благодарю Тебя Господь за миллионы Которые уже в небе Которых нет с нами Но которые все равно Болеют за нас Переживают за нас Господь Дай помнить Об этом облаке Свидетелей И войти В это облако Благодарю Тебя За эту церковь Благословляй Ее и далее Господь Прошу Тебя За предстоящее Молодежное служение Благослови Господи Подымай В этой церкви Среди молодежи Твоих Самуилов Гидеонов Давидов Тех Которые будут Нести Царствие Божие И далее Спасибо Тебе За тех Кто верою Сохранил И передал Эту эстафету Благослови И их В их зрелые Пожилые годы Быть Образцами Истины Спасибо Тебе За это Богослужение Будь превознесен Выше всех небес Божия И над всею землею Да будет слава Твоя Бог Отец Сын и Дух Святый Аминь Сын и Дух Святый Продолжение следует...